В 10.33 на электронную почту школы поступило сообщение, что школа заминирована. Мы приняли предписанные в этих обстоятельствах все меры. То есть мы связались с силовыми всеми структурами, сообщили о том, что в школе произошло. Нам действительно было рекомендовано эвакуировать детей, что мы и выполнили. К зданию школы сразу приехали полиция, пожарные и медики. Опустевшие коридоры обследовали кинологи с собакой и спецслужбы. На место происшествия прибыли и сотрудники профильных департаментов города и области. Сейчас в данный момент спецслужбы и правоохранительные органы отрабатывают. В данный момент в школе происходит осмотр. После завершения осмотра нам будет рекомендовано проводить занятие или не проводить. Из здания эвакуировали порядка 800 человек. Это ученики и персонал школы. Ребят, пришедших на вторую смену, разворачивали прямо у дверей, поясняя, что занятий не будет. А повестили и родителей. Учительница сообщила забирать раньше детей. Нам сообщение прислали в Вайбере. У нас есть свой чат. Это же мой ребенок. Конечно, я волнуюсь. Письма с угрозами взрыва получили и другие учреждения города. Эвакуировали сотрудников нескольких департаментов. ДК Красный Перекоп, избирательной комиссии и Центра помощи детям. Туда тоже незамедлительно прибыли спецслужбы. Ситуацию на контроль взяли в региональном правительстве. Было установлено, что источник распространения угроз находится за пределами Ярославской области. Эвакуация у нас была часов 11. Мы все быстро покинули здание, эвакуировали детей, которые были на приеме. В данный момент мы работаем в штатном режиме. Все хорошо. Подобные сообщения о минировании сегодня весь день приходили на ленты информагент со всей России. В Иваново эвакуировали сразу 50 школ города. В Калуге из-за сообщения об угрозе взрыва пришлось прервать заседание в здании областного правительства. О Великом Новгороде спасатели выезжали в городскую больницу и в школы. Выстраиваемся на выход. Волна сообщений о минированиях началась еще 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что специальные службы ищут лжеминеров. Виновные должны быть наказаны. Наталья Антонова, Светлана Доброхотова, Сергей Мазилов, Денис Лосев. День событий.